Встреча состоялась в 4.45 утра на Васильковском аэродроме. Глава государства поприветствовал освобожденных на родной земле. Это бойцы из разных подразделений Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, батальонов Миротворец, Донбасс, других добровольческих подразделений и волонтеры, которые помогали военным. Все они находились в плену от нескольких недель до нескольких месяцев. Переговоры об их освобождении велись в течение длительного времени. С аэродрома ребят доставили в теплое помещение в Василькове, а оттуда они поедут домой. Будем шукаться и находить. Каждого нашего брата никого не залишим там. Мы будем искать и находить каждого. И никого не оставим. Государство будет сражаться за каждого своего верного сына. Сегодня нашу радость разделяют тысячи и тысячи украинцев, которые смотрят нас по телевидению и искренне радуются, что наконец после долгих дней, недель и месяцев вы вернулись домой, не сломавшись и не изменив, крепко держа боевой дух, продемонстрировав лучшие качества украинского воина. Приятно, что нас встретил президент. Спасибо за то, что сделали для нашего освобождения. И мы надеемся, что наших товарищей, которые там еще остались в плену, 11 человек тоже в ближайшем времени освободят. Также в субботу из плена освобождены еще четверо граждан Украины. Среди них трое гражданских лиц и один военный, сообщает служба безопасности Украины. Всего же за два дня на волю вышли 154 украинца. Вместе с тем СБУ продолжает работу по освобождению пленных. Первую часть украинского гуманитарного груза, сформированного по инициативе президента Петра Порошенко, сегодня удалось доставить жителям оккупированных территорий Донбасса. Глава государства заявил, что власть и в дальнейшем будет делать все для защиты граждан, оказавшихся в беде. Первый груз 7 тонн адресно получил территориальный центр Красного Луча, который обслуживает пенсионеров, инвалидов, участников войны, областной противотуберкулезный диспансер. Еще две тонны доставили Волчевский противотуберкулезный диспансер и в два дома семейного типа. Кумпомбич состоит из круп, масла, мясных и рыбных консервов, чая, печенья, сладостей и фруктов. В Херсоне обезврежено взрывное устройство, обнаруженное на улице рядом с пунктом обмена валют, где от взрыва погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД. Напомню, сегодня в центре Херсона прогремело два мощных взрыва. Один произошел в обменном пункте на углу улиц Потемкинска и Белинского, другой около магазина на месте происшествия работает оперативная группа СБУ. По сообщению очевидцев, в обменный пункт зашел мужчина, пригрозил его взорвать, если ему не выдадут на руки деньги. Также он угрожал, что взорвет и коробку на улице. Деньги ему не выдали, и на мужчине взорвался жилет. Человек погиб. Коробку, которая была на улице, саперы обезвредили. Это оказался муляж без взрывчатки. У другого подрывника с собой был рюкзак, именно он и взорвался. Преступник погиб на месте. Милиция выясняет обстоятельства происшествия. И погибший в Одессе от взрыва мужчина имел при себе 1 кг тротила. Он мог украсть эту взрывчатку в военной академии, сообщил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк. По его словам, ни воспламенителей, ни детонаторов, ни других веществ, которые могли бы свидетельствовать о наличии взрывного устройства, на месте взрыва не найдено. Взрыв произошел по неосторожности, предположили в Службе безопасности Украины. Напомню, минувшую ночь в Одессе на улице Сегецкой произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Его личность пока не установлена, больше никто не пострадал. Взрывной волной повреждены окна и балконы близлежащих жилых домов. Тем временем, по факту обстрела дома городского головы Львова Андрея Садового открыто уголовное производство по статье «Теракт». Его объединят с предыдущим. Об этом сообщил заместитель начальника Львовского городского управления внутренних дел Павел Герасим. Напомню, дом Андрея Садового вновь обстреляли из противотанкового гранатомета. Инцидент произошел в 20.45. Выстрел был направлен в стену. Взрывной волной и осколками выбиты все окна на первом этаже, а также повреждена крыша. На месте обнаружен хвост от снаряда «Муха». Сейчас дом семьи Садовых круглосуточно охраняют представители госслужбы охраны. С начала года правоохранители прекратили деятельность 2300 игрных заведений. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк. По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова, силовики осуществили беспрецедентную по своим масштабам спецоперацию по ликвидации игорного бизнеса, отметил Шкиряк. По результатам всего шестидневной отработки уже ликвидировали более 630 различных объектов фигурного бизнеса в Украине. Из них около 10 казино, более 180 залов игровых автоматов, лотерей, покерных клубов, более 150 интерактивных клубов и более 170 букмекерских контор. По словам советника министра, 250 лицам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и 300 производств уже направлены в суд. При этом ожидается законодательное урегулирование в этой сфере. Напомню, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий упорядочить деятельность казино в Украине исключительно как развлечение для богатых. Годовщина начала Евромайдана оказалась в перечне 10 важнейших событий года с участием вице-президента США Джузефа Байдена, а топ-10 упорядочен офисом вице-президента. 21 ноября этого года Байден побывал с визитом в Киеве, во время которого посетил Майдан и возложил цветы к фотографиям погибших Небесной Сотни. По мнению Байдена, Украина имеет полное право бороться за свою свободу и Вашингтон готов в этом помочь Киеву. Боевики 9 раз нарушали режим тишины в течение дня. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. За сутки в зоне антитеррористической операции ранены трое украинских военных, погибших нет, сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, в данное время террористы затягивают переговоры и осуществляют отдельно провокации. И кроме того, происходит доукомплектование подразделений противников, накопление запасов вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств, которые завозят с территории России. К тому же продолжается обустройство вражеской инфраструктуры. В частности, недалеко от зоны разграничения разворачиваются полевые госпитали. Андрей Лысенко также подчеркнул, что не прекращаются попытки вооруженных провокаций против украинских военных, и в том числе на Донецком и Луганском направлениях. Вместе с тем, факты применения тяжелого вооружения не зафиксированы. Пограничники снова зафиксировали использование террористами беспилотных летательных аппаратов для ведения воздушной разведки. Беспилотник заметили на высоте до одного километра, на направлении Сартана-Мариуполь. Кроме того, Андрей Лысенко заявил, что прекращение железнодорожного и автомобильного сообщения между Украиной и оккупированным Крымом является временной мерой. Для безопасности мирных граждан в условиях, когда возросла угроза терактов и диверсий. Напомню, с сегодняшнего дня Киеве и Минск прекратили железнодорожное сообщение с аннексированным полуостровом. В целях безопасности движения украинская сторона ограничивает эти маршруты. Кроме того, ввели конвенции о запрете перевозок железнодорожным транспортом любых грузов между материковой частью Украины и Крымом. И, в свою очередь, Беларусь отменила поезд Минск-Симферополь по просьбе Киева. У железнодорожных касс в Крыму ажиотаж. Люди пытаются сдать билеты из-за отмены поездов на материковую Украину. Но кассиры проездные документы не принимают и деньги не возвращают. Вместо этого пассажирам вручают бланки для написания заявлений на имя начальника Северо-Кавказского филиала федеральной пассажирской компании в Ростове-на-Дону. Заявитель должен указать причину возврата билета и номер счета для перечисления средств. Люди возмущены сложностью процедуры. У многих нет банковских счетов. Кассиры не дают никаких объяснений, почему пассажиров направляют именно в Ростов, когда им вернут деньги. Большим убытком оказались крымчане, которые собирались путешествовать с семьями. Тем временем президент России утвердил новую военную доктрину в связи с отменой внеблокового статуса Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, НАТО якобы будет наращивать наступательный потенциал возле российско-украинской границы. Москва расценивает это как внешнюю военную безопасность, а также в Кремле заявляют, что изменения в документ решили внести из-за так называемых угроз для России, которые появились после событий в Украине. В документе говорится и о так называемых территориальных претензиях к Российской Федерации и вмешательстве в ее внутренние дела. Выступая перед коллегией Минобороны, Путин поставил задачу к 2021 году полностью перевести на современное вооружение ядерные силы наземного базирования и модернизировать весь парк стратегических бомбардировщиков. Курс рубля больше не будет прежним, заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, при цене на нефть в 60 долларов за баррель можно не ждать курса 30 рублей. Прогноз Минфина России на следующий год – 51 рубль за доллар. По ценкам ведомства, этот курс соответствует платежному балансу с учетом прогнозов оттока и притока капитала. И сейчас Минфин готовит соответствующие поправки в бюджет. Напомню, падение рубля связано со снижением цен на нефть и западными санкциями. Эти действия привели к финансовому кризису в России. Инфляция в стране превысила 10%, а рубль подешевел на 40% за год. Политические события в стране вдохновляют украинцев. На подвиги они одни берут в руки автоматы, другие помогают духовно. На протяжении года актеры, музыканты и все те, кому небезразлична судьба Украины, поддерживали ее и своим творчеством. Как историю страны отобразили в искусстве, расскажет наш корреспондент Ярослава Ковтун. Революционный год подходит к концу. Остановление новой Украины только начинается. События прошлой зимы никого не оставили равнодушным. Патриотическая символика раскрасила страну в желто-голубой. Это был своеобразный ответ на российскую агрессию. Именно с помощью искусства поддержали Украину те, кто не смог отправиться на фронт. Музыкант Никита Рубченко был одним из первых, кто воплотил свои переживания за страну в творчество. Именно ему принадлежит ныне уже ставшая классикой рок-версия гимна Украины. Партии всех инструментов харьковчанин исполнял сам. Говорит, только подлинные чувства могут вдохновить на создание такого шедевра. Музыка, так же как и любое искусство, то есть это язык выражения чувств, эмоций, переживаний, как бы создается абсолютно естественно, не натянута за уши. То есть не потому, что патриотизм в моде, а потому, что оно так и есть. Брат по цеху Никиты Александр Положенский, фронтмен группы «Тартак» тоже не смог промолчать. В своих песнях сумел очень тонко передать эмоции и мысли. Его слова посвящаются тем, кто встретился с войной с глазу на глаз. Патриотическая группа «Тартак» всегда объединяла тысячи украинцев. Но именно сейчас такое непростое для страны время. Особой популярностью пользуются песни именно на военную тематику. Никто кроме нас и меня уже нет. Ну, эта песня присвячена украинским десантникам. Песня посвящена украинским десантникам. То есть главный герой – это украинский десантник или все они вместе взятые. Люди, которые не предают данное слово, не изменяют присяги. Люди, которые готовы пожертвовать своим здоровьем, своей жизнью ради того, чтобы выполнить свое предназначение, защищая родину и украинский народ. Поддержал украинский народ и юный мультипликатор. Ему всего 11 лет, но он уже успел стать героем тыла. Тимофей придумал и своими руками создал анимационный мультфильм, который стал культурным достоянием нашей страны. Сам герой гордится финалом, ведь именно такого конца войны с нетерпением ожидают все украинцы. У нас в школе попросили сделать рисунки на АТО. Я предложил сделать мультик. Мне там никто не поверил. Сначала рассказывается про Украину. Потом говорят про вторгнение российских военных. Закончилось тем, что всех российских военных и оборудование выметают. Не остались равнодушными и те, кто с кинематографом давно на ты. Творческая интеллигенция сотни раз была на поле боя, только не настоящего, а киношного. Но теперь они обращаются к тем, для кого окопы – не декорации, и раны – не грим. Служители музы записали видеообращение к солдатам. Письма уже отправились на фронт согревать солдатские души. Эта идея передать ребятам привет, сделать такое видеообращение, она родилась у волонтера, известной Татьяны Рычковой. Они не готовили никаких сценариев. То есть, когда актеры все собрались на камерной сцене, им сказали, а теперь мы говорим искренне, как люди, без какого-то вектора. Подобрали нужные слова даже самые маленькие герои проекта. Актер Тарас Жирко пришел с семьей. Говорит, детям с детства нужно говорить правду, какой бы сложной она ни была. Они должны осознавать, что происходит в стране, и оказывать защитникам поддержку в трудную минуту. Мы пришли с детьми, потому что мы их везде с собой берем. Они и на Майдане, и в театре. Не хочется, чтобы дети без нужды сталкивались с этим, но я должен говорить им правду. Все нужно называть своими именами. Каждый вечер, когда мы молимся, они молятся за этих людей. И я думаю, что детская молитва очень сильна. Всего записали 28 обращений. Все актеры были очень искренними. Особенно тяжело говорить было тем, у кого на фронте воюют коллеги или друзья. Все время присутствует чувство вины. Поэтому, как только была такая возможность обратиться, я с удовольствием это сделала. Потому что у меня есть такая потребность поблагодарить этих людей. Я думаю, что для них это поддержка, для них это важно. Наше общение, наши слова, что они будут чувствовать, что есть люди, которые болеют за них, переживают, которые молятся за них. Кто-то уже давно завоевал признание народа своим творчеством, а кто-то – силой воли и духа. Но всех нас объединяет одна черта. Мы – настоящие патриоты своей страны и всегда поддерживаем ее не только словом, но и делом. Ярослава Ковтун, Иван Иванько, Даниэль Костаковский, БТБ. Будущее Украины зависит от каждого из нас. И только вместе мы можем победить любую агрессию. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok